Авиакатастрофы 10 июля 1985 года Ту-154 Ташкентского объединённого авиаотряда вылетел из Скорши через Уфу в Ленинград. Рейс был запланирован на 18.45, но экипаж прибыл на этом самолёте в качестве пассажиров только в 18.18, поэтому вылет был перенесён на 11 вечера. К тому времени температура в узбекском Корши опустилась до 33 градусов по Цельсию. В современных реалиях нам все чище требуется отдых от повседневной рутины. Найти время для него может стать отдельной задачей, а дополнительные расходы, планирование поездки, связанные с этим переживания, так и вовсе могут отбить желание куда-то выбраться. Позволить тебе отдохнуть без дополнительной суеты можно в любой удобный день. Прямо дома, в комфортном кресле, за игрой в Image 2 Essence. Новейшей версии — легендарный MMO-RPG, который придётся по вкусу любителям одиночной игры. Essence унаследовала всё самое лучшее от оригинальной игры и принесла ряд изменений, которые существенно упрощают геймплей. В игре вышло обновление — храм от стакана. Оно добавляет много нового контента и территорий. Появилось ещё больше новой экипировки — символы щит-берсярка, драгоценные камни, рубины, бриллиант и новые награды — за прокачку для самых высоких уровней. Также в игру добавлен верный спутник и надёжный помощник — новый питомец Лис. Главная изюминка — Essence — межсерверные активности. Скучно играть в рамках одного сервера. Одни и те же лица могут быстро надоесть. 50% контента игры сосредоточено в межсерверных областях, где встречаются игроки со всех миров. В честь обновления вас будут ждать подарки. Куб помощи содержит ряд полезных предметов с временными статусами. Они помогут вам исследовать просторы Эль Марадена с ещё большим комфортом. Дополнительно вы получите целую сотню свитков опыта. Они помогут быстрее добраться до хай-левел-контента. Переходите по ссылке в описании, создавайте персонажа в бесплатной игре «Линич 2 Эссенс» и забирайте подарки. Поспешите! Акция доступна только до 30 сентября. Реконструкция событий После взлёта на высоте 5 километров экипаж подключает автопилот. Ему задают режим, при котором самолёт максимально быстро набирает высоту. Но на эшелон 11600 экипаж забирается уже на предельно малой скорости — 400 км в час. Чтобы немного разогнаться, командир перемещает рукоятку автопилота от себя и снижается на 70 метров. Затем снова тянет её на себя. В результате нос поднимается, и срабатывает сигнализация «Критический угол оттания». Начинается предсрывная тряска. Автоматика вмешивается в управление и отклоняет штурвал от себя. Скорость падает и уже составляет 390 км в час. Надо давать двигателю полный газ, чтобы избежать сваливания. Но экипаж лёгкую вибрацию самолёта принимает за помпаж, которым надо наоборот — ставить двигателям малый газ. Именно это экипаж и делает. Самолёт начинает снижаться, пилоты снова тянут штурвалы на себя и повторно выводят самолёт на закритические углы атаки. Вновь срабатывает сигнализация о сваливании, которая через 4 секунды замолкает. Стрелка указателя угла атаки замирает в красном секторе и больше не двигается, перегорает предохранитель. На повторное срабатывание сигнализации экипаж реагирует отклонением штурвала от себя. Угол атаки уменьшается, но всё равно велик. Скорость падает до 380. Экипаж снова поднимает нос, и тряска нарастает. Скорость 330. И на боковых двигателях действительно начинает развиваться помпаж. Стремясь его предотвратить, экипаж вновь ставит малый газ. Самолёт отвечает стремительным снижением, практически падением. Скорость падает до 290. В процессе падения лайнер выходит на закритические углы атаки более 20 градусов и попадает в режимы подхвата и сваливания. Один за другим выключаются все три двигателя. Неполная и кратковременная отдача штурвала от себя не предотвращает кабрирование и переходы самолёта в плоский штопор. Он беспорядочно падает и вращается, как осенний лист. Так, кто нас... Кто слышит борт 85-311? Отказ трёх двигателей. Выключай три двигателя. 311. Отказ трёх двигателей. Выключено, командир. Выключаем три двигателя. Ответьте, кто слышит. 311. Лос-пут на приёме. Беспорядочное вращение самолёта. Предпринимаю меры. Экипаж выпускает интерцепторы и пробует запустить вспомогательную силовую установку. На высоте 3 километра пилоты отклонением пелеронов всё-таки приостанавливают вращение самолёта, однако запустить двигатели так и не успевают. Самолёт падает хвостом на землю, разваливается на части и сгорает в барханах пустыни в Козелкум недреко от кучку духа. К утру поисковый вертолёт обнаруживает остатки самолёта. Выжить не удалось никому. В катастрофе погибает 200 человек. Она стала крупнейшей на территории СССР и в истории всей советской авиации. Владимир Мезах. Заслуженный лётчик-испытатель СССР. В процессе испытаний в июле 1972 года мы свалили Ту-154Б в плоский штопор. Я тогда ещё не имел опыта полётов на больших углах атаки и не был к ним подготовлен. У нас начался помпаж боковых двигателей, и мы их выключили. Затем помпаж среднего двигателя. Ему мы установили малый газ. Выключать его было нельзя, чтобы совсем не остаться без управления. При подходе к сваливанию возникла сильнейшая тряска. Затем самолёт свалился в левый плоский штопор и падал с вертикальной скоростью 75 метров в секунду. Попытки вывести его с помощью штурвала и педалей оказались безрезультатными. Был выпущен противоштопорный парашют, после чего самолёт стал опускать нос. Появилась скорость, и вращение прекратилось. После выхода из штопора парашют был сброшен. Но на обычных пассажирских самолётах противоштопорного парашюта нет. Катастрофа Ту-154 в районе Учкудука по своему характеру удивительно напоминает приведённый случай. Экипаж набирал эшелон на скоростях значительно меньших рекомендованных и достиг высоты 11 600 метров на скорости 400 км в час на границе срабатывания сигнализации. Бортинженер на эшелоне дважды убирал режим на малый газ, приняв начало тряски за помпаж, но его вновь восстанавливал командир. Вместо отдачи штурвала от себя для ухода из режима тряски экипаж продолжал выдерживать высоту эшелона. В результате самолёт потерял в горизонтальном полёте 110 км в час скорости, свалился в плоский штопор и разбился. Мне пришлось выполнять имитацию данной катастрофы. Была достигнута интенсивная тряска на скорости 320 км в час. После полной отдачи штурвала от себя самолёт свободно выходил из режима. Указанная имитация доказала полное соответствие Ту-154Б характеристикам, полученным на государственных испытаниях. Вывод самолёта из сваливания требует специальной подготовки пилотов. Катастрофы Ту-154 в районе Учку-Дука и А-310 в районе Междуреченска свидетельствуют о полном её отсутствии у лётчиков. Методика вывода из сваливания на всех самолётах одинаковая. Энергичный, полностью отдать штурвал от себя и держать его так до нарастания необходимой скорости. Дать двигателям взлётный режим. Ни в коем случае не пытаться вывести самолёт с помощью элеронов и руля направления. Их эффективность в этом случае крайне низка. Поэтому педали и штурвал необходимо держать нейтрально до нарастания скорости. Если у самолёта возник крен, не надо пытаться его устранить, так как это может привести к переходу из одной стороны сваливания в другую. Нельзя преждевременно выводить самолёт из снижения, так как это может привести к выходу на тряску и к повторному сваливанию. Выводить его нужно плавно, с минимальной перегрузкой. Потеря высоты на выводе самолёта из сваливания составляет около 300 метров. Василий Ершов, капитан Ту-154. В 1985-м в узбекском Корши только-только сдали новый аэропорт. Экипажи толкались по жаре, без удобства и уходили в полёт без должного предполётного отдыха. Протолкавшись по ряду причин, чуть ли не сутки на ногах в 40-градусную жару, они собрались вылетать ночью в Питер. А так как входная дверь захлопывается, и трап откатывают именно в тот момент, когда экипаж уже предельно измотан перипетиями подготовки к полёту, и хочется только упасть и мёртво уснуть, то и этот несчастный экипаж взлетел на пределе сил. И стали набирать высоту на автопилоте, и глаза у них слепались. Я сам такое чувствовал не раз. И провалились тяжёлый лётчицкий сон. На 10 минут весь экипаж. Автопилот исправно набирал высоту, выдерживая, как и положено, постоянный угол тангажа. И скорость потихоньку падала. И запас по сваливанию уменьшался. Некому было чуть опустить нос самолёта, чтобы восстановить скорость. Самолёт залез на высоту 11 600 метров. Как он с максимальным взлётным весом смог это сделать по жаре, я затрудняюсь сказать. Скрёб, скрёб, и таки наскрёб, на самом уже критическом угле. В конце концов лайнер потерял скорость и свалился. Сработала сигнализация, экипаж проснулся, но определить, что же случилось с машиной, с парасонья в первые секунды не смог. Капитану показалось, что начался помпаж двигателей, сопровождающийся тряской всего самолёта. Представляю, как заколотилось у него сердце. Наверное, он раньше не встречался с помпажом, явлением срыва потока на входе в двигатель из-за косого обтекания на больших углах атаки. Там так трясёт, что ужас пронизывает, как палками лупит по хвосту. Нужно немедленно убирать режим, чтобы не спалить двигатель. А трясочка-то была слабенькая, едва заметная, предвестник сваливания, а не помпажа. И надо было дать двигателям полный газ, чтобы не свалиться. Но капитан не взглянул на прибор скорости и с просонок, с перепугу, сдёрнул газы. Бортинженер восстановил оборот, ведь по его приборам помпажа не было. Тогда командир вновь уменьшил, стал пилотировать вручную и раскачал машину. Они ещё минуту держались. Угол атаки доходил чуть не до 20 градусов. За это время без тяги скорость упала на 100 км в час, и самолёт таки свалился. Реакция в ту же секунду спасла бы всех. Толкануть, что есть силы, штурвал от себя. Но вялое тело не среагировало, а дальше было уже поздно. Начались беспорядочные действия рулями, которые ничего изменить не могли. Они привели только к плоскому штопору, из которого вывезти тяжёлый лайнер невозможно. Я думаю, что они были смертельно уставшие, эти ребята. Надо было отказаться после 20 часов ожидания, глядя в глаза таким же измордованным пассажирам вместе с экипажем, толкавшимся на жаре, и уйти отдыхать. Только отдыхать в Корши в те времена было негде. Надо обязательно поспать перед вылетом, как хотите. Комиссия установила, что причиной катастрофы явилось сваливание самолёта в плоский штопор на высоте практического потолка с большой полётной массой при влиянии высокой нестандартной температуры, малого запаса по углу атаки и тяги двигателей. С момента первого срабатывания сигнализации до перехода самолёта в штопор прошло 77 секунд. Кто из экипажа два раза убирал руды на малый газ, командир или бортинженер, установить не представилось возможным. В условиях скоротечно развивающейся катастрофической ситуации экипаж допустил ряд отклонений от требований руководства полётной эксплуатации, потерял скорость и с пилотированием не справился. По общему мнению, Ту-154 не выводится из сваливания без противоштопорного парашюта, поэтому лётчиков учат просто его не допускать. АВИА КАТАСТРОФЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин